готовлю себе еду спасибо подписчикам напомнили что очень вкусный у меня капустный блин а я о нем девочки забыла обалдеть спасибо людям напоминают капусточка немножко пошинковала себе ножиком тоненько у меня пекиночка растительное масло на сковородку можно даже сало немножко вот так вытопить запросто девочки не будет выделяться канцероген это же вот здесь вот омега-6 у нас перебор омега-6 делаем капустный блин капусточка у меня укроп морозилка все свое девочки два яйца можно добавить отруби немножечко будет плотнее но у меня сегодня моя кашка с кисломолочным продуктом отруби мои семена там у меня молотая гречка еще немножечко чайная ложка и пиви сверху поэтому я делаю капустный блин без отрубей только одна капуточка и два яйца ну подсолите конечно как обычно поэтому очень благодарна подписчикам которые напоминают мне тоже все выбрасываем сюда вы знаете напоминать нужно девочки милой женщины у меня есть соседочка тетя лена ей 89 лет и вот она мне жалуется принесли пенсию и она не знает где делась пенсия три дня ищет пенсию я говорю да что вы говорите я моложе вас на 30 лет я разговариваю по телефону и 15 минут и ищу свои очки очки на мне я 15 минут искал очки а вы мне рассказываете что вы не знаете где ваша пенсия я думаю девочка это еще не деменция ну такое у каждого бывает или телефон ищу хожу с телефоном такое тоже бывает много нагрузки много информации заходим в магазин пошла купить капусту пекинку а домой принесла шесть с половиной килограмм обалдеть ну что переворачиваем немножко схватился нормально папа красавчик просто красавчик румяный обалденно красивый вот такой у нас капустный блин девочки очень вкусный так что девочки я повторялась и буду повторяться напоминаю разве это плохо когда напоминаешь или нужно убрать первый канал чтобы мне не делали замечание что вы повторяетесь у вас было на этом канале мне сегодня написали не 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 убирайте ничего там классные рецепты поэтому канал просто висит в ю тубе я не убираю пусть люди смотрят ну вот так так что такие дела у нас хорошие девочки сейчас на тарелочку капустный блин и буду кушать час дня нормально молодец таня затягиваем завтрак вот так стране и вот пожалуйста капустный блин на тарелочке капусточка пекиночка 2 яйца и немножко зелени мне было можно добавить сыра пожалуйста обалденно вкусный белковый белковый завтрак девочки можно на ужин использовать на обед кому как нравится на здоровье очень вкусно очень сытно и полезно нет углевода девочки но мне мало вот этого капустного блина я вам показываю всегда у меня каша моя еще есть здесь отруби здесь отруби семя льна немножко перемолола еще гречки зеленой чайная ложка гречки перемолотой залита домашним йогуртом и магазина ряженкой сверху такая ягодка как киви это не банан это намного полезней углевода нету польза польза сытно сытно до пяти часов спокойно продержусь буду пить в течение дня кофе черным шоколадом обязательно яблоко тоже кушаю для меня яблоко не перекус ну все милые мои женщины кто со мной девочки всем приятного аппетита добрый день доброго времени суток мои уважаемые женщины милые мои девочки всем физкульт привет девочки милые женщины будем общаться у нас с вами столько интересных тем но сначала я хочу поблагодарить всех вас за комментарии какие у нас комментарии девочки какие комментарии я недавно получила комментарий какой же красивый в комментарии написано какое шикарное Шикарные сообщества. Вы понимаете, как нас назвали? Шикарным сообществом. Какое шикарное сообщество. Какая шикарная хозяйка Татьяна. Большое спасибо. Супер комментарии. У нас такие комментарии. Я всем благодарна. У нас с вами просто дискуссии проходят. Мы обсуждаем, мы советуем. Мы радуемся за результаты друг друга. Я просто всем благодарна, милые мои женщины. Ну и наша тема. Вот сегодня, допустим, я взяла тему, такую как фрукты. Поговорим немножко о фруктах, о фрешах. У нас сейчас вот столько фруктов. Тем более мне поступил на днях такой комментарий. Такой смешной комментарий. Вы говорите, что у вас балансированное питание. Вы же опиваетесь в кофе. И у вас совершенно нет фруктов. Мне так хотелось сказать, знаете, фразы из фильма «Вий». Поднимите мне веки, я ничего не вижу. Обалдеть. Ну и комментарий. Ну, возможно, человек не увидел. Сейчас услышит. И фрукты. Фруктов у нас сейчас, девочки, разнообразие просто. У нас и грейпфруты, и яблочки у нас, и киви у нас, и цитрусовые у нас апельсины, мандарины, и грейпфруты у нас, и бананы у нас. Чего у нас только сейчас нету. И зимой, целую зиму виноград продается. Да чего только нету сейчас. Всего вот так. Наедаемся впрок. Кто-то обожает хурму, кушаем хурму. Потому что сезонный продукт, бананы, какая прелесть. Они такие сладкие, они такие мягкие. Там же магния сколько. Я так люблю бананы. Конечно, бананы любите. А грейпфрут почему не любите? Замените банан вот этим фруктом. Почему банан хочется? Потому что чистый сахар. Банан имеет гликемический индекс 6 чайных ложек сахара вы съели. Вот съели бананчик, все. 6 чайных ложек сахара вы съели. Съели 1 апельсин. 6 чайных ложек сахара вы съели. Поэтому вам хочется бананы. У меня их не бывает, поэтому я даже не могу вам показать. Хурмы у меня тоже не бывает. Один раз за сезон покупала, и то на раскладке была акция. Думаю, да ладно, возьму. 4 штуки. Я отработаю. Я отгоняю. Ну, что касается фруктов зимних. А сейчас немножко конкретно о себе. У меня была фазенда большая, 100 километров от Киева. Там мы занимали 25 соток огорода. 10 соток было двора, сада. Много земли было. А 35 оставлено. То есть, это же невозможно все, зачем это. 25 и так, вот так было. Работы было, о, с утра до ночи. Ну, в удовольствие. Ехали рано, в апреле месяце. Нас завозил мой муж. Папочка ехал тоже раньше. Приводил дом, обогревал. Потом я с ребенком приезжала на ПМЖ. Я говорила, я еду на ПМЖ на фазенду. То есть, на лето. Мы на море не ездили. Мы оздоравливались на фазенде. Мы покупали 10 курей. Несушек обязательно. Мы покупали. У нас в Украине, говорят, кит на кролиться. То есть, в положении кролик. У нас были свои кролики. Мы разводили на лето. Яйца у нас были. Куры были. Кролики. Все свое на лето. Молочко домашнее. Вот так мы и жили. Плюс малинка, клубника. Вишня, черешня. Все свое. Смородинки 11 кустов. С утра выходили. Заходили поздно вечером в дом. Ну, конечно, оздоравливались. На море мы не ездили. У нас только наша фазенда. Я считала, что ребенку нужно только природа, водичка, фрукты, овощи. Вот это ребенок оздоравливается. Так и говорил Комаровский, наш доктор-педиатр. Это папе и маме нужно море. Ребенку в два года море не обязательно. Ребенку нужно хорошее питание, лужайка, бассейн. Вот это отдых для ребенка. А колхоз, пляж, ребенку не нужен. И я придерживалась этого правила. Оздоравливалась и я, конечно. Я пила соки литрами, ведрами. У меня была соковыжималка «Рось». Я каждое утро брала ведро 10-литровое. Шла на город с лопатой. Выкапывала морковь, свеклу, буряк у нас говорят. Капусту ножом сбивала вот так раннюю. Огурцы. Вот это все на соковыжималку «Рось». Ну и разбавляла немножко для вкуса яблочками. Белый налив, первые яблоки. Литровая чашка сока у нас в Украине называется «Кварта». Я брала «Кварту» цего соку. «Фрэш» сейчас говорят. Дуже не люблю слова иномовного походжения. Сок. Сик украинскую мову. Значит, я пью сок, садилась на пенечек, брала трубочку. Это же вредно пить вот так, что вы. И литр сока, вот этот концентрат. Свекла, морковка, огурец, капуста, яблоко. И я выпивала. Я сдувала пенку, как мужики напили раньше. И выпивала литр сока. Каждый день в системе. Я считала, что я оздоравливаюсь просто. Ну просто. Через месяц. Я не могла смотреть на сливу, на вишню, на эту морковку. Я не могла, когда я готовила кушать, я не могла смотреть. У меня уже просто перебор шел. Вот этих витамин всех. То есть месяц в системе я пила соки. Концентрат. Приезжала домой в Киев. Мне соседи говорили. Таня, боже, какое у тебя лицо на природе. Какая ты прямо, ну персик просто. Ну еще бы. Во, дадим шар земной детям. Да еще на соках. Обалдеть. Ну я считала, это очень полезно. Что вы. Это прок напиваться просто. Это обязательно нужно. В Киев приезжали домой на осень. У нас рядом оптовый рынок овощной. Я шла на оптовый рынок и покупала не килограммами, а ящиками. Ящик винограда 5 килограмм маленький. Ну что вы, надо по килограммам кушать только. Это же сердце. Это же виноград только для сердца. Килограмм синего молдавского. По 10 килограмм апельсин нужно принести. Мои говорили, Катя, доча, ты иди посмотри, что она принесла. Кто это будет кушать? А потом она говорит, что у нее руки болят. Она врывает руки. Я все притяну в дом. Это же ты, вы что? Это все сезоны. Нужно кушать всем. Я так наедала этим виноградом свой сахар. Вот я сдавала сахар, была в 50 лет. У меня сахар был 6,2 или 6,4. Сейчас у меня 4,3, 4,9. А был 6,4. Это же так, прок, нужно наедаться виноградом. Это очень полезно, что вы. Поэтому ела, прок, очень много. Соки пила. И тут, литрами. У меня и свекла, и тыква, и яблоко. Мулинекс соковыжималка. Там рось, здесь мулинекс. Ну что вы, это очень полезно. Слава Богу. Бог дал разума, остановился. Раньше же не было таких ярких фруктов. Не было. Просенькое какое-то желтое, зеленое яблочко. Сейчас и оранжевые, и красные, и какие хотите. И киви цвета картошки, и бананы желтые, и апельсин, и виноград какой. А хурма какая у нас. У нас же раньше этого не было. Это же просто, вот это, это сладкие конфеты. И если мы будем это часто кушать, это же нас доведет до диабета. Вот сколько мы съедаем сладких конфеток. Ярких, желтых, красных. Они же очень привлекательные. Вот это сладкое яблоко, среднее яблоко, да. Вот кто-то скажет. Ну почему? Это очень полезно. Это же фруктоза, нам сахар нужен мозгу, обязательно. Мозгу, дневная суточная норма, нужно 37 грамм. 37 грамм, это два современных яблочка. Вот таких. И хватит. Уже не нужно банан кушать. Два яблока, это норма суточная. Банан уже нельзя. Хурму нельзя. А сколько сахаров мы с вами кушаем? Та же каша, тот же хлеб. Везде сахар. Дальше. Вот откусили кусочек, да. И наш язык, а тут все рецепторы, дотрагивается к яблочку. Все. Сразу в мозг идут такие импульсы. Поступил сахар, поступил сахар, поступил сахар. Все. Одно яблоко съедаю, потом Таня вот так вот почистила. Я чищу яблоки, чистила была на днях. Второе яблоко. Положи яблоко, куда ты берешь яблоко, хватит тебе одно яблочко. Все. Мы не можем остановиться. Мы почувствовали сладость. Съели одно. Ой, подождите, я еще бананчик скушаю. Все. Это же наркота. Это доза. Принял дозу один раз, все. Хочется дозы второй раз. Сахар это энергия. Ну понятно, что сахар это энергия. Мы же ее не отрабатываем. Мы наели сладенького фруктов и хочется полежать. На диванчике полежать. Мы также покушали сладенькое. Отдохнуть хочется. Мы же не будем отрабатывать это. А инсулин, который выделяется, он не в состоянии все переработать. Вот эти сахара все. И он запихивает вот этот сахар куда? В жировые клеточки. Выделяется инсулин по-любому на фруктозу. Выделяется инсулин. А инсулин это гормон аппетита. Чем больше мы будем кушать фрукты с вами, тем больше мы будем хотеть кушать. И кушать не мясо, а опять сладкое нам хочется. Вот так. И вот чтобы получить микро и макро нутриенты, витамины, эквивалентные, допустим, 100 грамм печени, нам нужно скушать 2,5 килограмма вот этих фруктов. 100 грамм печени и 2,5 килограмма этих фруктов. А если мы будем кушать по 2,5 килограмма, это что мы себе приобретем? И диабет, и атеросклероз, и аутоиммунные заболевания. Это же будет просто клондайк, рассадник вот различных заболеваний. Много фрукты. Это очень опасно. Потом за яблочко. Вот возьмем яблоко. Вот говорят, яблочко в день. Это минус какие-то заболевания. Но есть еще вторая сторона. Яблоки сейчас современные, очень сладкие. Если яблоко, то нужно выбирать более кислые. Вот я иду на ярмарку и слышу все женщины. Яблоки сладкие, продавцы. Ой, да, такие сладкие яблочки, покупайте. Берем сладкие. Все хотят сладкого сейчас. Повторяю. Дневная норма сахара 37 грамм. 2 яблока. Яблочки. Это, конечно, полезно. Это пектин. Пектин – это клетчатка. Это растворимая клетчатка. Это сорбент. Но желательно яблоки нужно запекать. Это советует и гастроэнтерология, и эндокринология. Яблочки полезнее запеченные. С кожурой. В кожуре находится пектин. И внимательно сейчас послушайте такую фразу. Яблоко, как перекус, это провальная идея. Яблоко, как перекус, это провальная идея. Яблоком нельзя насытиться. Это говорят эндокринологи. Хорошие. Поэтому я всегда говорю, я кушаю яблоко. Яблоко для меня не перекус. Это правило моей жизни. Вы поняли? Вот это нужно взять всем на заметку. От яблока еще больше захочется кушать. Кому-то яблоки – это, знаете как, кишечник, газообразование. Это все индивидуально. Много клетчатки – тоже очень вредно. Нужно все под себя подбирать. Вот такая неплохая, я думаю, информация. Очень познавательная информация. Поэтому к фруктам относимся, девочки, тоже так. С умом. С умом. Мы себя не обидим, милые мои женщины. Мы же с вами, как у нас в Украине говорят, галибалу вани. Мы найдем себе углеводиков. Правда? Главное – не переборщить. Ну все, милые мои, пообщалась я с вами. Милые мои женщины, кому понравилось мое видео, не забудьте поднять пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И нам с вами, девочки, будет очень не скучно. До встречи. Любите себя. Любите себя. Субтитры сделал DimaTorzok